Сегодняшнее видео я хочу начать с огромного разочарования, которое меня постигло с одним из моих последних заказов Фаберлик. И хотя уже прошло какое-то время, но меня до сих пор не попускает, мне так обидно. Но обо всем по порядку. Если вы заметили, то в последнее время каталоги Фаберлик все больше и больше акцентированы на одежде. И так как одежда это для меня что-то новенькое, Фаберлик, иногда я смотрю и меня некоторые релизы очень сильно привлекают. Именно так и произошло с туфлями, которые из линейки Brilliance. Они были выпущены вместе с Валентином Юдашкиным. И когда я их только увидела на сайте, у меня сразу вот такой дин-дин-дин-дин-дин в глазах появились сердечки. Потому что я очень долго искала вот такого вот рода туфли, чтобы они были классической формы лодочек, чтобы у них был маленький каблучок. Это очень важно, потому что очень много таких туфлей похожих, но на высоком каблуке я высокий каблук не ношу. Поэтому там каблук 6,5 см. И для меня это было просто идеальным вариантом. И помимо всего прочего я искала именно такие нарядные туфли. А они там все просто сверкают и переливаются. Одни были графитового цвета, вторые пудровые. И я просто в них влюбилась. Я сразу же их заказала. Тем более там по размерной сетке мои размеры как раз были в наличии. Я вообще покупаю всю свою обувь размера либо 39, либо 40. Потому что у меня что-то среднее в плане размера ноги. Поэтому либо у меня обычно 39, либо 40 мне подходит. И в этих туфлях я не знала какой точно размер мне подойдет. Но как раз сложилось так, что в одних туфлях, в светлых вот этих пудровых, был доступен размер только 40, остальные все распроданы. А в графитовых был размер 39, а все остальные распроданы. И я как раз решила, о, отлично, я сразу одним махом закажу две пары себе. И какое было мое разочарование, когда я поняла, что ни 39, ни 40 на меня не подходит. 40 размер оказался настолько огромным, что я вот раньше даже не встречала настолько огромный 40 размер. Моя нога просто там утонула, там в пятке был еще добрый сантиметр, там торчал как бы сзади пустого пространства. Я думаю, ладно, тогда, наверное, 39. Но мои мечты об этих туфлях разбились о рифе и реальности. Потому что 39 размер на меня был сильно маленьким. То есть конкретно вот прям жмет со всех сторон, вот так вот как в тисках, очень некомфортно. Это я сразу знала, что даже если я ногу туда засунула, то я ходить точно не буду в этих туфлях, потому что они мне будут приносить один дискомфорт. И я просто стояла с этими туфлями и думала, как же это несправедливо, блин, Фаберлик, если кто-то вообще меня смотрит из вашей компании, я вас умоляю. То есть сделайте эти туфли в моем размере, вот что-то среднее между 39 и 40, либо может 40 размер чуть-чуть поменьше или 39, чуть-чуть побольше. Но блин, они настолько красивые эти туфли. Я их вживую видела, мне они так понравились. Вот действительно видно, что все-таки дизайнер приложил к ним свою руку. Графитовые туфли очень красивые, такие вот сверкающие, нарядные. А пудровые, они не совсем пудровые, вот они такие интересные. Они вживую, там в них какой-то еще как розовый и фиолетовый шиммер присутствуют. Очень красивые туфли, но блин, как же все-таки было обидно, что ни одни, ни вторые мне не подошли по размеру. Ладно, поплакала, проехали, теперь о хорошем. Заказала вот такие вот две термокружки. На самом деле, сначала я заказала вот эту вот золотую. И когда мой муж ее увидел, он сразу сказал, опачки, а мне? И я ему говорю, ну что ты хочешь такую золотую? Он говорит, а что там других цветов никаких нет? Ну и в итоге все закончилось тем, что я ему заказала еще вот такую вот серебристую. Единственный минус, именно как термокружка, да, вот если рассматривать с точки зрения термоса ее, то она очень мало держит тепло. То есть буквально вот мы заливаем туда горячий кофе, приезжаем на машине на море, это где-то минут там 10-15 максимум. И когда я пью, то кофе уже вот такой вот граничащей температуры, вот еще чуть-чуть, и уже будет как бы для меня холодный. Я люблю горячие напитки, поэтому в плане именно сохранения температуры не самый лучший вариант. У меня были получше термокружки, но все равно они бюджетные, и они классные, они красивые. Вот я 100% буду ими дальше пользоваться, они меня будут радовать. В декоративной косметике, к сожалению, как-то не очень много релизов в последнее время. Я взяла у них вышел консилер, который очень хвалят, но я пока его не пробовала, потому что он распродан. Я взяла вот такую вот пудру. Это коллекция Рената, вместе с Ренатой Литвиновой была разработана эта коллекция. С этой пудрой по описанию, честно говоря, я не совсем поняла, что конкретно она должна делать, потому что если посмотреть на официальном сайте Faberlic, то здесь написано, что она делает легкий матирующий эффект. В то же время, если посмотреть в каталог, то здесь написано, что легкая, словно вуаль пудра, нежно ложится на кожу, выравнивая тон и придавая ей деликатное сияние. То есть на сайте они пишут про деликатное матирование, а в каталоге они написали про деликатное сияние. Ну, в общем-то, ладно, я решила протестировать ее. Мне в первую очередь понравилась упаковка. Здесь крышка, прям такая конкретно тяжелая, очень качественно сделана упаковка, очень красиво тоже это все выглядит. Что касается пудры, она мне не совсем понравилась. Пудра сейчас на мне. Я с ее помощью закрепляла макияж на лбу, на щеках, на носу, в принципе, практически везде, кроме зоны вот хайлайтера. И мне она не очень нравится, она ложится немножко такими, как кусками, и в то же время я вижу отдельные частички каких-то блесточек. Она не создает вот именно такую вот, как вуаль сатиновую на лице, и она не создает вот такой вот, как заполированный эффект, вот такой холеной кожи. Для ногтей купила две штуки. Первая это набор, который называется крепкие и сильные ногти, и также отдельно еще вот такой вот гель для укрепления ногтей с монардой. В набор входит вот такой вот полировочный баф, я им не пользовалась, я пользуюсь своей обычной пилочкой для ногтей, а также вот такое вот средство именно для укрепления ногтей. К сожалению, я долгое время носила шелак на ногтях, после чего у меня началась аллергия. Я не знаю, из-за того, что я постоянно его носила или какая была причина, но сейчас я вообще ничем не могу красить ногти, потому что сразу проявляется аллергия. Но просто голыми я их не могу оставить, то есть мне хочется все равно хотя бы чем-то их покрыть, чтобы был такой вот более как ухоженный эффект создавался. И вот из всего абсолютно, что я пока на данный момент пробовала, вот это средство, которое вот из этого вот набора, мне понравилось больше всего. Оно действительно делает ноготь каким-то правдоподобно красивым, без излишнего блеска, без излишнего глянца, без чего-то, я не знаю. Вот просто вроде бы как это средство и прозрачное, но не совсем. Оно имеет такой легкий-легкий какой-то молочный цвет, и ногти прям вот реально красивыми выглядят вместе с этим покрытием. Вот это средство более прозрачный эффект создает, то есть вот это действительно такой вот как гель, который немножко глянец добавляет ногтям. Теперь давайте быстренько с вами пройдемся по товарам для дома. Заказала я вот такой вот гель для душа, это их новая линейка, которая называется Витамания, Манго и Папайя. Обалденный запах, просто умопомрачительный. Вот у Фиберлик надо отдать им должное, у них очень хорошо получаются запахи, отдельные какие-то у них есть ароматы, которые настолько вот прям в точку, и они абсолютно нехимозные, что я даже не встречала в каких-то даже и более дорогих марках настолько хорошее как бы точное попадание. Здесь вот стопроцентное попадание, пахнет действительно как манго и папайя, когда вдыхаешь этот аромат, вот кажется, что просто перед тобой миска со свеже нарезанными фруктами. Единственный минус это объем, здесь всего 200 миллилитров, к сожалению. Также я из этой же серии заказала и жидкое мыло, тоже обалденный, потрясающий запах, просто умопомрачительный. Вот обожаю его, могу на 100% его советовать. Если вы любите запах вот таких тропических фруктов свежих, то вам 100% этот запах понравится. Также заказала два обычных брусковых мыла, это у меня уже закончилось, это питательное мыло с миндальным молочком и молочными протеинами. Очень неплохое мыло, мне очень даже понравилось. Сейчас у меня на очереди с фисташковым маслом и молочным протеином. Давайте понюкаем. Ммм, пахнет прям как фисташковое мороженое. Ммм, мне это даже нравится больше, потому что вот это такой вот более спокойный, именно просто сладкий аромат, а вот это, опять-таки, то, что я и говорила, у Фаберлик очень классно получается, вот все-таки с отдушками угадывать. Ой, обалденный просто запах, вот именно такое, ой, фисташковое ванильное мороженое, вот по-другому не скажешь. Заказала у Фаберлик еще черные невидимки, ну, здесь это просто для меня было удобство, это не то, что у Фаберлик какие-то особенно хорошие невидимки, это вполне хорошие качественные невидимки, но так как я перекрасилась, ну, относительно недавно, да, ты, там, 3 месяца назад, у меня все невидимки светлые, поэтому я вот увидела, что у них есть на сайте невидимки, просто забросила в корзину, удобно было, то есть не надо идти, там, где-то искать, в каком-то магазине, обычно еще и забываешь об этом. Также я взяла еще вот такой вот антипроспирант, это опять та же серия, что и мыло, с миндальным молочком и молочными протеинами, я обычно пользуюсь органическими антипроспирантами, но с ними огромная проблема, это то, что их нельзя достать в такой вот шаговой доступности, скажем так, обычно их нужно заказывать, там, с iHerb или с каких-то интернет-магазинов, за границей, короче говоря, если он у тебя подходит к концу, то так просто ты его не заменишь чем-то, то есть это нужно все равно ждать заказа с какого-то там интернет-магазина. Я решила, что пока он не закончился и вообще не о чем пользоваться, взять вот этот, этот антипроспирант для меня очень сильный, потому что он реально работает, пока я не схожу в душ и вот так вот физически его не смою со своих подмышек, может быть это еще на фоне того, что я пользуюсь в основном органическими антипроспирантами, потому что они вообще никак не влияют на потоотделение, они просто контролируют запах, здесь же этот антипроспирант еще и контролирует именно потоотделение, поэтому для меня это вообще бешеной силой просто средство, единственное не всем может понравиться его запах запах у него очень сильный и очень сладкий вот такой вот как будто вы зашли в какую-то кондитерскую там пахнет печеньками сахаром карамелью и всем сразу и последнее что было в моем заказе это гель для интимной гигиены с афродизиаками для чувствительной кожи на самом деле я когда заказывал я просто заказывал для чувствительной кожи я не увидела что это с афродизиаками плане афродизиаков я тут ничего сказать не могу ну а так в целом ну обычное нормальное средство очень даже мне подходит поэтому я его заказываю обычно как расходник ну что ж вот и все мои заказы последнего времени надеюсь что вам был интересен и полезен мой обзор обязательно напишите если у вас есть эти туфли которых я были вот до сих пор я них мечтаю и все никак меня не попускает обязательно напишите соответствует ли размеры тем какие вы заказывали как у вас там с размерами в общем-то сложилось потому что я думаю всем будет интересно они только мое мнение но и ваши если у вас какой-то другой размер ноги обязательно напишите и в целом напишите как у вас размерами фаберлик если вы еще не подписаны конечно же присоединяйтесь к нашему сообществу мы здесь всем абсолютно рады и также посмотрите другие мои видео которые я вам здесь оставлю которые сейчас вам рекомендует youtube и если вы вдруг их уже посмотрели мы тогда с вами увидимся в новом видео